Требование пересмотра решения по ДПП со стороны комиссии по ценным бумагам и биржам США может означать скорую капитуляцию и само требование не будет удовлетворено. Хочу отметить, что дедлайн у нас до 17 февраля с 27 января 2022 года и это продление даты подачи ходатайства регулирующим органам, что означает, что действительно есть некие факты, которые СЕК скрывает. А именно документы включали черновик в вступление бывшего директора Хинмина в 2018 году и СЕК утверждала, что эти документы были защищены привилегией совещательного процесса ДПП. Теперь похоже, что СЕК выигрывает время для передачи этого проекта, добиваясь частичного пересмотра приказа, несмотря на возражения Риппл. Разбирая прайс-экшен в цены Риппл и XRP, стоит отметить, что мы не раз возвращались и повторяли картину июня-июля 2021 года, когда вся криптовалюта опустилась на дно. Тогда XRP вырос на 173% и показал коррекцию к данному падению. Сейчас же та же ситуация и стоит отметить, что это похоже на набор позиций крупным игрокам. То есть он не раз опускает цену, чтобы набрать позицию, чтобы те, кто купили XRP по цене 1,30$, определенно продали свои XRP по стоимости ниже данных отметок. Соответственно, мне кажется, что скорее продавец здесь уже не будет давить, что позиция вполне набирается и что через флэт в феврале месяца XRP пойдет наверх. Это указывает то, что действительно в феврале уже должна быть развязка между Риппл и СЕК. И все факты указывают на то, что Риппл определенно имеет преимущество. Также стоит отметить, что подано уже 22 тысячи жалоб со стороны держателей Ripple XRP. Но об этом поподробнее в пост небольшой рекламной паузы. Криптовалюта это очень нестабильная и волатильная вещь. Для того, чтобы тут быть в плюсе, необходимо постоянно рисковать. Но зачем мычать себя постоянным мониторингом рынка, а попытками словить точку входа, тратить кучу нервов и в итоге уходить в минус, если ребята из lexel.com создали универсальное решение для криптоинвесторов, желающих обеспечить себе стабильную прибыль. Одни из лучших проверенных трейдеров крипторынка сделают это все за вас и более того обеспечат вас стабильным высоким доходом по вашей инвестиции. Проект lexel.com это гарант постоянной высокой прибыли в крипте. Рекомендую подробно ознакомиться с проектом по ссылке в описании под роликом. Что касается жалоб, то здесь холдеры XRP тоже играют немаловажную роль. И здесь стоит отметить, что 12 тысяч держателей актива в США подали уже жалобы в отношении SEC. И 9800 отдел было передано от людей как международное. Также юрист еще раз призвал всех активизироваться. По его мнению требование пересмотра решения по DTP является знаком, нужно активнее просить власти провести расследование в отношении SEC. Но именно является знаком слабости SEC и сейчас именно SEC нужно давить как никогда. Говоря о цене биткоина и других альткоинов, стоит отметить, что сейчас у нас чрезвычайный страх на рынке в связи с падением, которое было вызвано еще недавно. И конечно же стоит отметить, что на хешрейт биткоина на самом деле это сильно не повлияло. То есть по сути хешрейт биткоина пару дней назад, скажем так 20 числа был на обновленных максимумах. То есть он обновил максимумы. И сейчас мы наблюдаем то, что он-то и не сильно на самом деле просел и никакого в принципе признака того, что хешрейт упадет, то что майнеры отключаются, то что Россия всех якобы сейчас собирается садить майнеров, которые не платят налоги или которые хотя бы майнят. То есть такого сейчас нету. Соответственно это все вызвано спекулятивно. Если бы это было, то Россия как третья страна крупная по майнингу биткоина, она бы дала эффект, если бы действительно майнинг запретили. То есть все бы начали отключаться, хешрейт бы начал падать и начала бы падать цена биткоина. Но этого не происходит. Стоит отметить, что Майк Новоградс предложил Питеру Шиву спор на 1 миллион долларов о цене биткоина. Питер Шив, как вы знаете, это хейтер биткоина. И он заявил, что криптолитам будет трудно начать ралли, пока фондовый рынок не достигнет дна. Тем не менее цифровые активы уже пережили значительную распродажу и начинают получать поддержку покупателей. И здесь стоит отметить, что если через год цифровое золото будет торговаться ниже 35 тысяч долларов, то Майк Новоградс в таком случае проиграет. Говоря о ЦБРФ, совершенно верно здесь нужно отметить, что подметили позитивный эффект запрета биткоина. И совершенно точно предложенные ЦБМ меры вызовут не отток, а обеление капитала, в том числе притекающего в страну. При эффективном надзоре за операциями финансовых институтов риски злоупотребления при контроле за введенными запретами можно минимизировать. То есть, как говорится, наоборот, все это будет обеляться и страна будет получать дополнительные деньги. Поэтому для ЦБРФ это позитивный результат в запрете. Кроме того, BlackRock запустит ETF на базе индекса блокчейн и криптокомпаний. И это действительно очень хорошая новость для рынка. И здесь Nice Index представляет собой взвешенные по рыночной капитализации индекс акций с поправкой на их долю в свободном обращении. Он повторяет динамику ценовых бумаг американских и зарубежных компаний, которые участвуют в разработке инноваций и использовании блокчейна и крипто технологии. Ну а кто такие BlackRock, кто такой гигант, я думаю, что представления он не нуждается. Говоря о биткоине, стоит отметить очень важную и интересную вещь. То, что зачастую, когда биткоин производил какое-то падение, то мы всегда с вами трогали такую скользящую, как MA200 и MA300. То есть зачастую, когда биткоин падал, он падал именно в эти районы. Если мы говорим про пандемию COVID-19, то это район, значит, около 4-3 тысяч долларов. Если мы говорим про, опять-таки, декабрьские снижения в 2018 году, то здесь это тоже было в районе 3 тысяч долларов. И вот, в принципе, биткоин, если сейчас начнет свою коррекцию длительную, причем довольно-таки хорошую, то цена биткоина может опуститься даже в район 16 тысяч долларов. К этому можно быть готовым. И, в принципе, я думаю, что это хорошая возможность закупиться. Но, в таком случае, XRP вполне может упасть в район 20 центов, 10 или 11, вернее, центов. Это те значения, когда XRP начал свое, собственно, ралли на фоне подачи иска от SEC. Соответственно, я считаю, что это тоже позитивное явление. Поэтому здесь готовьте фиат для закупок. Ну, а с вами был Криптофитей. Всем ночью, всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok